Всем привет! Это канал Про Цветок, на котором мы рассказываем простым и понятным языком про уход за садами огородом и помогаем вырастить здоровый урожай. Меня зовут Дмитрий, и сегодня расскажу, как и когда провести первую подкормку перца. Перец является очень теплолюбивой культурой, и ночные перепады температур могут отрицательно влиять на рост и развитие перца. Перец попросту будет тормозиться в росте и развитии. Поэтому высаживать перец в теплицу либо на улицу нужно только, когда почва хорошенько прогреется, и не будет угрозы возвратных заморозков и холодов. Перец я высаживал примерно 10 дней назад в теплицу, но так как перепады температуры ночью были значительными, перец у меня затормозился в росте, и ему в этот период нужно обязательно помочь провести подкормки. И сейчас расскажу, какие удобрения лучше всего использовать. Первую подкормку перца проводят обычно через 10-14 дней после посадки рассады в теплицу либо на грядку. Почву я, конечно же, в теплице предварительно хорошенько заправил, внес органику под перекопку и комплексные минеральные удобрения. Казалось бы, питания в почве достаточно, однако перец только высажен в теплицу, и корневая система у него еще не развилась, а значит он не может полноценно питаться. Сейчас очень важно не только провести подкормку перца, но в большей степени активизировать всю почвенную микрофлору. Это и полезные почвенные грибы, и бактерии, которые будут помогать перцу лучше питаться, а также будут повышать иммунитет растений. Для тех, кто еще не знает, компостный чай – это удобрение из травы. Отличается он от привычной бродиловки из травы только тем, что не имеет запаха, и готовится он проще простого. Чтобы приготовить компостный чай, нам понадобится свежескошенная трава. Забиваем эту траву в мусорный пакет, немножко увлажняем траву, если она сухая, и проделываем в пакете небольшие отверстия. Плотно завязываем пакет, ставим его в саду примерно на 3-5 дней. За это время проходит процесс ферментации, и трава начинает преть, гореть. И примерно через 5 дней она становится такого коричневого цвета, такая густая масса получается, напоминающая навоз. Затем берем вот эту траву и наполняем пустое 10-литровое ведро примерно на 1 треть. Заливаем все это водой, размешиваем, и у нас получается подкормка для перца. Затем все это мы перемешиваем, и под каждый кустик выливаем примерно 700 мл вот этой подкормки. Многие дачники скажут, можно ли в эту подкормку добавить, например, еще залу. Но я скажу, что этого делать не нужно, потому что компостный чай содержит много азота, который так важен для перца. И если мы добавим в это азотное удобрение еще и залу, получается щелочная среда, и азот будет улетучиваться. Поэтому залу мы будем применять немножко в другом формате и попозже. Чтобы перец активно начал расти, достаточно провести 2 таких подкормки с интервалом примерно 10-14 дней. В этот интервал как раз-таки мы и будем использовать древесную залу, и лучше использовать в сухом виде. На один кустик нам понадобится небольшая горсточка золы, которую посыпаем вокруг кустика и проливаем водой. Зола будет медленно поступать к корням, все питательные вещества из золы будут поступать к корням. И перец начнет, конечно же, отлично расти. В золе содержится в первую очередь это калий, фосфор, кальций, а также масса полезных микроэлементов, которые так нужны для полноценного развития перца. Также перец можно подкормить обычной бродиловкой из травы. Эффект будет также очень положительный. В золе активизируется вся почвенная микрофлора, перец получит необходимое питание и будет полноценно развиваться. Кроме удобрений из травы можно использовать и другие доступные удобрения. Например, подкормить перец хлебным настоем. А делается подкормка такая следующим образом. Берем остатки хлеба, например, вы их собирали всю зиму, сушили сухари какие-то, либо у вас осталась черствая буханка хлеба. Заполняем этими сухарями ведро на одну треть и заливаем водой. Ставим в саду, либо там где-то в теплом помещении, в теплице можно поставить. И все это настаиваем 2-3 дня. Затем размешиваем это все. И 1 литр вот этой хлебной настойки на 10 литров воды. И получится готовая подкормка. И когда мы вносим такую подкормку в почву, этот хлеб, эти углеводы становятся питанием для микроорганизмов, для почвенных грибов и бактерий. Они начинают это все подъедать, улучшать структуру почвы и улучшать питание растений. Конечно же, мы не знаем, какие бактерии у нас содержатся в почве, какие полезные микроорганизмы содержатся в почве. И чтобы гарантированно усилить вот это питание перца, чтобы там присутствовала полезная микрофлора, можно еще использовать такой биопрепарат, вот он у меня в руках, как почвоулучшитель. В этом препарате есть азотофиксирующие бактерии, фосфоро- и калиемобилизующие бактерии. И если мы подкормим растения различными органическими удобрениями, например, бродиловкой, компостным чаем, хлебным настоем, эти бактерии, все эти питательные вещества начнут потреблять, улучшать плодородие почвы и помогать растениям лучше питаться. И кроме того, они улучшат иммунитет растений, они станут более устойчивыми к болезням и к вредителям. Например, вот этот препарат можно использовать совместно с хлебным настоем, да и с бродиловкой. Сразу же в бродиловку, когда вы ее приготовили, добавляйте одну-две чайных ложки гранул с этими полезными бактериями. Все это перемешивайте и, опять же, подкармливайте под каждый кустик. Хотя бы один раз внесите эти полезные бактерии в почву. И, конечно же, вы заметите, как хорошо и быстро перец развивается, как он быстро растет и какой урожай дает. Чтобы вырастить хороший урожай перца, не обязательно покупать дорогие удобрения. Можно обойтись натуральными и бесплатными удобрениями, которые присутствуют у каждого в саду либо дома. На этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok